Слава Украине! Привет всем от Полонского. Добрый вечер. Ребята, интересные новости из Соединенных Штатов Америки. Они не хорошие, не плохие, они нейтральные, но такие как есть. Но они очень-очень интересны для нас. Итак, спикер Конгресса Майк Джонсон говорит, что они до сих пор не получили от Белого дома четкого ответа, что хотят Соединенные Штаты от войны в Украине. Исходя из этого, должна строиться помощь Украине, исходя из четкого ответа Белого дома. Что именно вы хотите? То ли вы хотите зафиксировать конфликт на текущей точке и спустить на тормоза до следующей войны. То ли вы хотите полного разгрома России, то ли что? И Джонсон говорит, что ответа от Белого дома не получено. И вы знаете, тут я обычно ругаю республиканцев в этих случаях, но я здесь немножечко склонен верить, потому что, ну давайте скажем так, везде Байден говорит, что вот мы, люди Байдена, кто выступает, спикеры его говорят, мы нанесем, точнее Украина при нашей помощи, нанесет поражение России, но тогда, сказал А, говори, Б, скажите мне, можно 30 танками Абрамс победить Россию, у которой там 4000 танков сейчас, по-моему, осталось еще? Как это не вяжется? А при помощи там двух или трех систем Патриот можно победить? В Америке этих систем 1100 штук. Так, на секундочку, да? А у нас три и ни одной из Америки. Ну вот, ну вот как-то так. То есть, тут я не могу не согласиться с тем же Джонсом. То есть, тот объем вооружений, который Соединенные Штаты на сегодня нам поставляют, поставляли до сих пор, он позволяет, ну, удерживать границу, удерживать, извините, линию фронта более или менее, и частично отражать удары от российских ВВС. А скажите мне, вот они хотят там нам передать 60 самолетов F-16, при этом все самолеты передаются европейскими странами, у которых их немного. Соединенные Штаты, у которых их тысячи, не передают, насколько я понимаю, самолетов вообще. Поправьте мне, если я не прав. Как они считают, вот там 60 самолетов нам в общей сложности должны передать. Можно победить Россию при помощи 60 самолетов? И вот в этой связи ответы, вопрос Джонсона к Байдену, он абсолютно очевиден и абсолютно оправдан, потому что, ну, вот этим вот, конечно, спасибо, спасибо, что передают и все такое, но вот таким количеством этого оружия, ну, победить Россию как бы несерьезно, да, это... Ну, вот, да. То есть нам нужно для, даже наши говорят, нам нужно для победы над рашистами, там, например, по ВВС, ну, где-то 200 самолетов F-16, 200 штук, да? Вот. Ну, между 200 и 60 большая разница. Причем для Америки 200 штук это вообще ничего, пшик, вообще ничего. Мы от Америки пока не получаем таких самолетов. То есть они вымучивают какие-то схемы, чтобы нам Нидерланды передали, еще кто-то, еще кто-то, да? Вот так вот. То есть, понимаете, скажем так, вот в связи с этим всем, вопросы Джонсона и вопросы конгрессменов-республиканцев, они становятся, скажем так, актуальны, потому что они не могут понять, что хочет администрация Байдена в этой войне. То ли заморозить все это дело лет на пять, а потом уже без Байдена, понятное дело, уже будет следующая война, это будет выглядеть по-другому. То ли что? Я, например, этого ответа не имею. Вот. И, ну, республиканцы его сейчас ждут, надеемся, что Белый дом сподвинется, сказать, например, мы хотим победы над Россией. Тогда хорошо, дайте расчет. Вот вы знаете приблизительно, сколько Украина, какие Украины несет потери в месяц, значит, соответственно, сколько нужно техники, чтобы это все дело сделать, чтобы, значит, разгромить Россию, и сколько нам нужно им поставить. Вот. Все элементарно. Это можно, в принципе, сделать за... Такой расчет можно сделать за 20 минут. Ну, более-менее грамотный человек его сделает, понимая, сколько есть войск у России, понимая, какие потери несет Украина, понимая, сколько надо, чтобы это возобновить И иметь качественное преимущество над Россией Ну блин, это делается быстро и четко Администрация Байдена пока что этого не сделала Вот, то есть, ну Не делает она это сознательно? Или она это не делает Может и сознательно Не дает эти расчеты Понимаете, о чем я? Тут такое дело Тут такое дело Мы же не знаем, что там в голове То есть он на словах Тот же Байден на словах, его администрация на словах Могут кричать, мы за Украину, бла-бла-бла Ко-ко-ко А на деле Ладно, ничего не буду говорить Каждый додумает сам себе То есть тут надо Еще такой момент принимать во внимание Что не все Может быть выглядеть тем За что оно выдается Ну и еще одна новость из Соединенных Штатов Она скорее курьезная Значит Одна из газет А, Уолл Стрит Джорнл Почему одна из газет Написала, что Несколько лет назад Как минимум Илон Маск Сильно баловался Всякой наркотой Причем там очень большой Я не знаю этих названий Просто как Мифодрин, Методрон Я не очень разбираюсь в этом Кокаин я запомнил А все остальное Это у меня вылетело из головы Я просто их не знаю Этих названий Но не важно Там целый список химии Они утверждают Которую он потреблял Скажем так Честно и откровенно То, что там Илон Маск В себя заливает Ту или иную Гадость Это проблема Исключительно Как говорится Илона Маска Плевать на это хотелось Но Многим Как говорится Это выглядит совсем не так Почему? Потому что Очень многие Являются покупателями И либо же держателями Акций Тех же компаний Илона Маска Извините меня Акции Компаний Человек Которых Кристально чистый трезв Это не акции Акции Компаний Как знаете В крестном отце Помните Вот лежал мордой В кокаине И нюхал Вот это все Так вот Акции Такой компании Стоят совершенно Других денег И вот Эта статья Крайне Взбудоражила Американскую общественность Просто потому что Она Она не понимает Кто Кому они дали Свои деньги Чьи акции Они покупали Да Вот это очень Интересный вопрос Да Так что Тут же Илон Маск Выступил Сказал Не-не-не Я уже Сколько Crystal clear И так далее То есть Абсолютно чистый Не приставайте Ко мне С этим вопросом Но знаете Осадочек То остался И еще один момент Политика пишет Что вот этот Не совсем адекватный Республиканец Вивек Рама Откровенно Конечно У него Еще раз говорю Шансов победить На выборах Ноль целых Столько же десяток Даже в республиканских Вот Но Интересно другое Интересно то Что Ну Он говорит Что В частных беседах Говорит Что Трамп Которого он знает Вот неплохо В частных беседах Выражается Приблизительно В таком же Самом ключе И вот это Уже не может Не настораживать Честно говоря НАТО является При всех его минусах И НАТО является Ключевым элементом Безопасности В Европе Как минимум Вот Если Трамп У которого Шансов Победить на выборах У республиканцев Ну На два порядка Больше Чем у Рамы с нами Рамы с вами Если он Исповедует Действительно Такие мысли То тут уже Тут уже Хрестись И текай Как говорится Ну Вот такие новости Вам На вечер